Другим темам. Настоящая экологическая операция развернулась в районе Карачаева. Учащиеся и педагоги вышли на масштабный субботник. Вместо ручек и учебников – грабли и перчатки. Ограничиваться территорией школы подростки не стали. Порядок навели вдоль берега реки. Благодаря генеральной уборке в утиле отправилось десятки пакетов с мусором. Обо всем подробнее расскажет Екатерина Орел. Контейнер, предназначенный для негабаритных отходов, очень быстро наполняется бесформенными пакетами, сухими ветками и прочим мусором. Школьники объявили бой хламу, который портит живописный вид на лесной массив и пойму реки Пур. У нас акция «Чистый город» плюс «Зеленая Россия». У нас еще очистка водоемов. Поэтому ребята по классам распределены по всем зонам и видите сами прекрасно, как они трудятся. Обширную площадь массовой уборки поделили на 10 зон. Благодаря стараниям учеников и педагогов, пришкольная территория обрела опрятный вид. Мы участвуем в субботнике для того, чтобы показать всем, что это огромная польза, чтобы здесь могли гулять маленькие детки, чтобы все малыши знали, что нужно убираться. И те, кто сегодня работают, поняли, что мусорить тоже нехорошо, нельзя. И они поняли, что тяжело убирать. Основной наполнитель пакетов – мелкий мусор, полиэтиленовые мешки, упаковки от снэков, бутылки. Для переработки этих отбросов природе понадобились бы десятки лет. Операция по спасению планеты заняла всего один час. Юные экологи очистили каждую травинку. Мы пришли на субботник, чтобы убрать территорию школы от мелкого мусора, чтобы эта территория стала экологически чистой. Если начинать с самого начала, то выбрасывать всякие фантики в мусорку, тогда участок станет намного чище. Останавливаться на достигнутых результатах активисты школы не намерены. Юные экологи планируют обратиться в коммунальную службу с просьбой установить на пришкольной территории урны для мусора. Екатерина Орел, Юлия Волоснова, Богдан Жиделев, Служба новостей «Импульс».